Сегодня у меня никаких правил, я не на работе, долой все каноны. Главное взять с собой красивый бокал. Друзья, я рада приветствовать вас на канале Мысли Вкусно. С вами я, Мирзея Анмелина, профессиональный бармен. У нас сегодня отличная солнечная погода, поэтому я думаю, самое время выбираться на пикники и на торжественные выездные мероприятия. Все мы любим качественные вкусные напитки, но на открытом воздухе не всегда бывает просто их приготовить. Поэтому сегодня я хочу вам предложить отличное решение данного вопроса. Когда вы находитесь далеко от своего привычного бара и под рукой у вас нет вашего инвентаря, вам не очень хочется тратить время и силы на приготовление сложных коктейлей. И тут на помощь нам приходит Кордиал от бренда Кот. За счет того, что продукт уже хорошо сбалансирован и имеет в себе сладкую, кислую и вкусоароматическую часть, нам не придется ввести с собой очень много ингредиентов. Достаточно будет только Кордиала и вашего любимого алкоголя. Я подготовила для вас 4 простых, но очень вкусных напитка. Поэтому от слов к делу. Давайте готовить! Итак, предлагаю первый напиток приготовить на Кордиале с лимонным тартом. К нему мы добавим просека. Я считаю, что этот напиток будет поистине летним и освежающим. Кладу вот такой вот красивый лед. Кордиал лимонный крамбл очень яркий, очень насыщенный, с нотами выпечки, песочного теста, лимонного крема и меренги поджаренной. Так, подготовили игристая. Берем Кордиал. И нам его понадобится около 40-50 мл. То есть тут вы уже добавляете по своему вкусу. Кому-то нравится, чтобы был яркий вкус просека, а в послевкусии уходил Кордиал. Кому-то нравится наоборот. Поэтому на свой вкус я сделаю около 40 мл. Сегодня у меня никаких правил. Я не на работе. Долой все каноны. И нам осталось только немножечко перемешать. Очень аккуратно, для того, чтобы не вспенить просека. Ну и так как мы на природе, мы не охлаждали бокал, заранее не клали в него лед, не охлаждали наши напитки. Поэтому такому коктейлю стоит дать буквально одну минутку, для того, чтобы напиток охладился. Получилось очень вкусно, освежающе, слегка сладко. Ну и за счет того, что в Кордиале уже есть баланс, он очень хорошо передался и нашему коктейлю. Следующий коктейль будет на основе безалкогольного пива. Ну, если первый коктейль был преимущественно для дам, то второй может быть легким, освежающим, но предпочтительнее для мужчин. Так будет на пиве. Я взяла светлое, нефильтрованное, очень легкое, для того, чтобы хорошо чувствовался вкус Кордиала. И для этого коктейля я возьму Кордиал с черной смородиной, ананасовым экспрессом и лавандой. Его мне достаточно будет 30 мл, для того, чтобы не перебить вкус самого пива, и оно там хорошо чувствовалось. То есть Кордиал придаст нам такого легкого оттенка. Далее наполняю бокал льдом. Даже если мы на пикнике или на выездном мероприятии, никто не отменял того, что напитки должны быть холодными. Так как они куда приятнее пьются и более правильно стабилизируются. Какой приятный звук! Также лью на самом деле на глаз, здесь нет каких-то прям четких пропорций, четких рецептур. Так как мы на природе, и по большей части нам это и не требуется. У нас настолько понятный и простой напиток, несмотря на сложные вкусовые сочетания, что очень легко и в принципе беспроблемно с ним работать. Аккуратно перемешиваем, для того, чтобы не вспенить пиво. Поднимая Кордиал снизу вверх. Ну и так как пиво у нас получается теперь достаточно фруктовым, я не буду сильно заморачиваться с его украшением, поэтому возьму то, что у меня есть под рукой. Например, персики. Я думаю, чем больше, тем лучше. Поэтому возьму все, которые у меня есть. Пиво получилось очень прохладным, освежающим, легким, но при этом есть нотки Кордиала, которые передают вот этот вот лавандовый оттенок. Получается так очень свежо, натурально, не сильно сладко. В общем, прекрасно. Итак, переходим к крепкому алкоголю. Далее у меня по плану джин. Возьму вот такой бокал. Очень красивый, с олдскульными ребрами. Сделаем также с красивым вот этим льдом. Уж больно он мне нравится. И с джином я буду сочетать Кордиал под номером 1, который у меня с апельсином Фукамото, с солью и французской ванилью. Так как там есть апельсиновые нотки, с джином будет отлично сочетаться. Кордиала у меня будет 45. Джин на 30. Но если вы любите, чтобы алкоголь хорошо чувствовался, можно сделать один к одному. Ну и все по традиции, хорошо перемешиваем. Давайте добавим еще пару кусочков льда, для того, чтобы он охладился быстрее. Так как мы с вами в походных условиях. Ну и этот напиток можно украсить, например, долькой лимона. Коктейль получился в меру крепким и в меру сладким. Опять же, как я говорила ранее, за счет того, что Кордиал прекрасно сбалансирован, напиток получается уже по балансу готовым. Нам не приходится добавлять сюда никакой другой кислоты. Ни лимонной, ни яблочной. Кордиал сам по себе очень вкусный, потому что здесь очень интересное сочетание ванили, соли и плюс еще апельсина. Финальный коктейль у меня будет на основе Кордиала, малина, ремень, сицилийский лимон. Его я буду сочетать с виски. Здесь тоже все по классике, как мы часто рекомендуем. 40 мл Кордиала и 30 крепкого алкоголя. Тут, смотрите, в зависимости от своего бокала. Если бокал достаточно объемный, большой, то можно просто вашу порцию увеличить. Наполняем льдом. И у меня будет виски сегодня вот такой вот маленькой тревел-версии. Его здесь 50 мл, поэтому я лью на глаз. Коктейли с крепким алкогольным можно поперемешивать немножечко подольше. Так они лучше стабилизируются, лучше разойдутся, раскроются. И украшу все это малиной. Главное взять с собой красивый бокал. С него намного приятнее пить и ароматы раскрываются намного лучше. Коктейль пахнет свежей малиной. А на вкус, несмотря на то, что он у нас достаточно крепкий, пьется очень легко. Сегодня я приготовила для вас 4 напитка на любой вкус и цвет, как говорится. Поэтому выбирайте сами, которые вам больше по душе. Но это еще не все. На основе кордиалов можно также готовить безалкогольные напитки. Например, они хорошо сочетаются с различными тониками. Также можно готовить холодный кофе на основе cold brew. Тоже будет очень хорошо освежать, тонизировать и придавать такую бодрость. Помимо тех вариантов, которые я сегодня вам предложила, вы можете смешивать кордиалы с более интересными видами алкоголя. Например, настойками, вермутами, разными игристыми, как алкогольными, так и безалкогольными. Но прежде чем мы закончим, я хотела бы вам дать пару советов, как собраться на пикник, либо на выездное мероприятие. Первое – это украшения. Подготовьте их заранее, так как в выездных условиях вам будет негде, да и некогда этим заниматься. Второе – лед также необходимо подготовить заранее и привезти его с собой в термобоксе, для того, чтобы он сохранял свою температуру и не деформировался. Если у вас нет такой возможности, то лучше его приобрести у компаний, которые этим занимаются и специализируются, так как их лед, как правило, промороженный и держит температуру намного дольше и не теряет свою форму. Третье – инвентарь необходимо отобрать заранее, исходя из вашей коктейльной карты. Отдельное внимание уделите подбору посуды. Желательно, чтобы материал вашего стекла был износостойкий, например, хрустальное стекло. А также форма посуды должна быть удобной и эстетичной. Рекомендую вам зайти на сайт комплекс-бара, где вы всегда подберете посуду для любых целей. Ссылку я оставлю ниже в описании. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться на наш канал. И помните, что красота природы прекрасно сочетается с великолепными напитками. С вами была Мелина Мерзаян, канал «Мысли вкусно» и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!